Здравствуйте! Впереди школьников региона, да и всей страны ждут долгожданные каникулы после третьей четверти, самой сложной и самой продолжительной. Поэтому в нашей программе мы решили рассказать не только о событиях и мероприятиях, которые будут проходить в грядущие выходные, но и об активностях, которые нас ждут всю следующую неделю, для того, чтобы школьники были довольны, а их родители спокойны. Смотрите нашу программу, и вы узнаете, зачем в наш город организаторы зоопарка «Живые тропики» привезли экзотических животных, с какими питомцами можно познакомиться поближе, покормить их и погладить. Также мы расскажем о новом цирковом шоу, расскажем, кто такой дрессировщик Владислав Гончаров, чем он известен и зачем в наш город он привез 14 африканских львов. Кроме того, вы узнаете, что такое новая спортбаза и какое интересное хобби можно там получить. Это РС Дрифт, спорт на минималках. Об этом и многом другом мы расскажем в нашей программе, также упомянем об афише городских культурных мероприятий. Смотрите, будет интересно. Тем, кто еще не был на новом цирковом шоу «Один среди львов», советуем непременно его посетить. Эмоций просто невероятное количество. Известный на весь мир дрессировщик Владислав Гончаров привез в наш город 14 огромных африканских львов и демонстрирует зрителям, как можно научить хищников быть ласковыми и послушными. Зрители от мала до велика довольны. Все понравилось, очень клоун нам понравился. Дети прямо на него. Да, дети на него прямо хорошо реагируют. А так, да, мы на львов пришли бы смотреть. Цирковое искусство не выходит из моды. Артисты стараются удивить зрителей яркими костюмами, актерской игрой и удивительными трюками. Много в представлении и номеров с экзотическими животными. Мне понравилось, что женщина на канате каталась. Если честно, в попнуках мне кажется, что неудобно было и терпела там. Я не видела шутку в попнуках, не катались. Также мне понравилось, когда девочки выступали. 24 марта в 12 часов в Музее промышленности и искусства приглашаем на тематическую экскурсию по выставке «История губернии. История России». Посетив мероприятие, можно будет узнать интересные факты из истории нашего края. Например, о первых городах-крепостях, традициях торговых связей, событиях смутного времени, духовной культуре и о деятелях науки и искусства, которые внесли значительный вклад в развитие нашего региона. И приятным бонусом станет виртуальная прогулка по улочкам дореволюционного Иваново-Вознесенска. Проводить каникулы лучше всего, занимаясь любимым хобби, полезным для здоровья. Например, на спортбазе в Евроленде есть такая возможность. Здесь найдется занятие для детей, подростков и их родителей. У нас была проблема с большим теплым залом для занятия именно спортивным лазертагом. Плюс была проблема с роллер-дромом, большим теплым помещением, где можно покататься. Вот, собственно, решили две этих главных проблемы для себя устранить, открыв здесь площадку. Ну, соответственно, если кому-то еще это может пригодиться, то будет даже хорошо. Можно здесь познакомиться и с необычными увлечениями. Например, погрузиться в автоспорт на минималках. РС-дрифтом на спортбазе занимаются регулярно. Можно не только посмотреть, как дрифтуют профессионалы, но и научиться управлять мини-колесной техникой лично для себя и для спортивного результата. Организаторы спортбазы для хорошистов и отличников разработали систему скидок. Чем лучше учишься, тем бюджетнее будет стоить хобби. Подробности в группе ВКонтакте. Вообще это РЦ-дрифт. Дрифт на радиоуправляемых машинах. Это маленькие машины, но выглядят как настоящие, устроены как настоящие. Такие же дорогие. Дрифт – это самый дорогой вид спорта, на самом деле, автоспорта. У нас все по взрослому. Погружение в мир экзотики теперь доступно жителям нашего города. На выставке зоопарки «Живые тропики» можно встретить самых необычных обитателей планеты и даже познакомиться с ними поближе. Еще никогда хвостатые пернатые не были так близко к гостям. Воспитанников выставки можно потрогать, погладить и даже покормить. Опытные экскурсоводы расскажут о характере и привычках каждого зверя. Мадагаскарский лемур Катта Вида. Детям больше знаком по мультику «Мадагаскар» – король Джулиан. Там был такой персонаж. Многие так и узнают его – король Джулиан. Мы… ну, у нас они сидят парой, размножаются уже третий год. Ну, у каждой обезьяны есть свой характер, так же, как у человека. Ну, у нас довольно-таки спокойная самка. 24 марта в 15 часов мы приглашаем жителей нашего города и гостей принять участие в мастер-классе по созданию китайского иероглифа «Удачи». Это уникальная возможность для наших посетителей, поскольку мастер-класс будет проводить гражданка КНР Ли Сяоянь. Уникальная возможность будет воспользоваться китайскими кистями, китайской настоящей бумагой и использовать китайскую тушь. А теперь поговорим о спортивных и культурных мероприятиях, которые ждут нас в грядущие выходные. 23 и 24 числа в Центре культуры и творчества, это нетипичная площадка для проведения спортивных мероприятий, нас ждет фестиваль силового экстрима. Он называется «Богатырь». Начало в 10.00 и там можно будет поучаствовать и посмотреть, насколько это будет интересно. Приходите обязательно. Также еще одно интересное мероприятие нас ждет на аэродроме Ясюниха в субботу. В 9.45 там начинаются соревнования по пейнтболу для допризывной молодежи. В этот же день, в субботу, 23 числа, с 10 утра стартуют соревнования по стрельбе из 3D-лука. Приедут участники не только из Иваново, но и из соседних муниципалитетов. Пройдут они в тире завода «Автокраны». Ну а теперь поговорим о культурных мероприятиях. Стать частью благотворительного марафона «Ты нам нужен» можете и вы. Достаточно прийти 23 числа в Центр культуры и отдыха и принять участие в ярмарке «Добра». Она стартует в 11.00. Можно пожертвовать любую сумму денег, маленькую или большую, зависит от вашего желания, и помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Участников в этом году очень много, больше 140. Еще одно культурное мероприятие запланировано в музыкальном училище. Оно будет проходить в субботу и стартует оно в 10 утра. Приедут участники из 25 городов России. Это будет четвертый всероссийский конкурс «Музыка детских сердец». Вот и все, о чем мы хотели вам рассказать. Веселых каникул и веселых выходных. До свидания.